Директор персонала, да, считай. Кто-нибудь знает, чем занимается Кировский завод? Мы знаем Кировский завод, пока не имеется станцию метро. О том, что там трудятся хорошие люди, а по ним все знают. О том, что трудятся хорошие люди. Ну, Кировский завод, да, потому что мелкий здесь. В первую очередь это трактор Киров. Во всяком случае, люди, как я, успевшие пожить в Советском Союзе, должны узнать о трактор Киров. Сейчас трактор Киров немножко не похож на свое советское предшествие. Он сейчас достаточно симпатичный, с такими же обмотными, как модные импортные характера, и по качеству не отличается от большинства импортные характера. Кировский завод – это также военное машиностроение. Это шасси, в первую очередь. Шасси – это есть танк без башни, на который можно установить как башню, так и ракетный комплекс. С этим мы, наверное, более знакомы здесь в институте. Соответственно, эта штука позволяет довести ракеты или башню вместо непосредственного завода. Кировский завод – это также энергетическое машиностроение. Энергетическое машиностроение – это способы трансформации энергии. В первую очередь на Кировском заводе – это способы трансформации тепловой энергии в двигательную. Для ледоколов или для крейсеров или авианосов. Ракетные двигательные турбины, которые приводят в действие большие корабли. И также Кировский завод – это металлогический комплекс. Это металлопрокат, который используется непосредственно во всех предыдущих названных отраслях промышленности, в том числе автомобили строения и так далее. Вообще, кстати, а вы в курсе, какие есть три базовые отрасли экономики? У меня экономическое образование. Три базовые отрасли – это та отрасль, которая позволяет человеку питаться, одеваться и где-то жить. То есть сельское хозяйство, лёгкая промышленность, которая одежду производит, и строительство жилья. А вот без этих трёх базовых отраслей промышленности все остальные смыслы не имеют. Потому что люди умирают, и им всё равно всё остальное. И на оружие, и на маркетику. Ближе всех базовых отраслей промышленности, конечно же, тракторостроения, потому что, в свою очередь, сельское хозяйство без механизации, оно может обеспечить нужду очень ограниченному количеству людей, и то регулярно приводит в голову. Что мы в истории всех стран. Да, это следующее слово. Но Кировский завод, помимо четырёх столбов, про которые специалисты точно в курсе, занимается сейчас такими вещами, как, например, строительство вагонов метро, новых вагонов, которые сейчас ходят по предприятиям, проект Нева, так называемый, совместно с Чехами и со Шкодой, предприятие, которое у нас на территории Кировского завода собирает, естественно, по чешской технологии, по чешской документации, заводы для метрополитета. Очень симпатичный. Это, например, Кировский завод газовой технологии, это производство оборудования и строительства газа на полноценных станциях. Вообще газ позиционируется в России как следующий вид топлива после нефти, из которой делаются бензины. Потому что запасы нефти рано или поздно иссякнут, это понятно. Запасы газа, во-первых, намного больше. А во-вторых, газ метан, если кто-нибудь разбирается в химии, производится из чего угодно, в каких угодно количествах. То есть любая органика очень легко перерабатывается в метан. Сейчас существуют установки для ферм, которые все отходы от фермы перерабатывают в метан, полностью обеспечивая всю энергетику фермерского производства. Давайте дальше. Ну, также локомотив, например, это не производство, но модернизация полностью новых локомотивов, помимо транспортных услуг. Вот когда берется старое локомотивное шасси, и на них ставятся новые двигатели, новые комплектующие, получаются новые симпатические локомотивы. На старое шасси очень выгодное в наш текущий момент времени такое занятие, очень быстрее. Давайте дальше. При этом у Кировского завода, как и у всех абсолютно машиностроительных компаний, как военного комплекса, так и гражданского, есть там определенные проблемы, кадровые в первую очередь, потому что в первую очередь, как еще говорил Карл Маркс, прибалочный продукт создается людьми, людьми и еще раз людьми. А оборудование лишь вспомогает инструменты создания прибалочного продукта. Кадровый состав стареет. Молодежь на заводы идет неохотно. Последние годы тенденция несколько меняется, но в конце 90-х, на истории 2000-х это была катастрофа, на завод человека было не заманить, просто человек не верил, что на заводе может быть хорошо. Существовал устойчивый миф, существует устойчивый миф о недостатке престижности труда на промышленном предприятии. Серьезная конкуренция появилась, опять же, с новыми отраслями экономики. Каждый из вас, наверное, знает, что можно пойти завтра, устроиться на работу в салонах связи МТС, в Билайна, и при наличии хороших коммуникативных качеств получать очень хорошую зарплату сразу. Не прикладывая никаких усилий, просто разбираясь в телефонах. Ну и самые главные, базовые проблемы, опять же, отрасли, это сложность прогнозирования объема производства в долгосрочной перспективе. Это вот то, о чем Сергей Михайлович говорил. У нас, к сожалению, вообще в стране в целом отсутствует долгосрочное планирование. У нас бюджет даже с трехлетнего опять перевели на однолетний. А если бюджет страны планируется минимум на год, то очень сложно предприятий планировать свою деятельность на пять лет и сложно прогнозировать потребность новых ресурсов. Потому что сегодня мы работаем, у нас все хорошо, а через пять лет, пока мы наладили отношения с институтом, но пока оттуда пришли студенты, в нос уже все плохо, нам уже пора закрываться, потому что работы нет. И с этим же связаны недостаточные инвестиции в основные производственные активы, фонды, новые станки оборудования, тоже Сергей Михайлович затронул, оборудование старое. Учебное заведение, и ваше, я надеюсь, и многие средние учебные заведения со средним специальным образованием готовят все-таки студентов для работы на новом оборудовании, новом, современном. А у нас такого, дай Бог, 20%. А 80% еще по репарациям с Германией получены, а это будет готово. Поэтому приходится братья готовить самим, и при всем этом мы понимаем, что современный автомобиль с автоматической коробкой передач может вести практически каждый без подготовки. А вот автомобиль Ford T 1920 года с полностью ручным управлением, с ручным сцеплением и с ручной подкачкой бензина при подъеме никто не сможет вести без дополнительного обучения месячного. А мы работаем во многом еще на Ford T. Давайте дальше. Ну, потребность Керовской группы компаний Керовский завод дал нас 300 и более выпускников по году. То есть мы готовы брать очень много людей как с высшим, так и со среднеспециальным образованием именно ввиду тех причин, о чем я говорил. Ну, мы, соответственно, берем их и хотелось бы брать моложе, активную и так далее. Давайте дальше. Ну, что мы делаем? Да, самое главное. Вас-то, конечно, интересует. Что мы делаем хорошего для тех, кого займем себе на работу. Вот. Скажите, скажите. Ну, слушайте, нет. Ну, во-первых, конечно, внушаем условия туда. В первую очередь, у нас это заботилось. Увеличиваем заработный уклад, социальное обеспечение. Работаем над мероприятиями социально-культурной направленности. Сергей Михайлович до того, как стать депутатом, был председателем профсоюзного комитета Керкского завода, так что он это все знает. Вот. Создаем новые, современные рабочие места. Да, да. Ну, реализуем форму взаимодействия различных с учебными заведениями, то есть как мы себя рекламируем, привлекаем, занимаемся, учат и рады. Вот. Приглашаем на практику, да. На практику вообще приглашаем, абсолютно всех желающих, всем место найдем, всем покажем, как это работает. Вот. Ну и принимаем на работу, естественно. Давайте дальше. Значит, смотрите, я очень люблю учиться, я люблю новые, последние тренды отслеживать. Я часто хожу на всякие сборища вот таких директоров коллекционалов, HR, Dash. Там очень умные мальчики и девочки рассказывают о том, как нужно привлекать новое поколение Y. Кстати, если вы не знали, вы поколение Y, да, и у вас особый менталитет. Я вам рассказываю за слов. Вот для того, чтобы вас привлечь, нужно использовать в работе элементы генификации, общение в сетях на рабочем месте, свободный график предоставлять. Вот это все отлично рассказывают. Это все не про производство с особо опасными условиями труда и секретности, да. Мы понимаем, что это мы никогда не сделаем, да. То есть я это все слушаю, так мимо ушей пропускаю. Да, замечательно, но мы не салон МТС. Мы не Макдональдс, и мы не Booker King. И мы даже не Магдональдс. То, что мы можем, не даем, да. Во-первых, мы кормим наших людей. И мы кормим наших людей. Это важно. Человек в течение дня должен нормально питаться, включать нормальное горячее питание. Иначе он заболеет. Плохо будет работать. Мы занимаемся добровольно-медицинским страхованием. Не потому, что мы хотим этим заниматься. Потому что расходы на медицину, вот то, что, если вы обратили внимание, Сергей Михайлович назвал, они в два раза куда-то туда сокращаются. Бесплатная медицина, к сожалению, в нашей стране умирает. Плохо это или хорошо, я не знаю. Это факт, с которым мы живем. А человеку, чтобы попасть к специалисту, иногда нужно просто к офтальмологу. Если у вас есть пожилые родственники, вы знаете, к офтальмологу невозможно попасть в бесплатную клинику, записавшуюся за два месяца. Невозможно. Вот чтобы человек у нас на работе, а у нас тоже пожилые сотрудники, не записывался к бесплатному офтальмологу за два месяца, мы предоставляем ДМС страхование, чтобы человек мог попасть в течение недели к специалисту, которому ему нужно. И опять же, быть здоровым и думать о работе, а не о том, что он там умирает, а в врачу не попасть. Вот. Организатор общественной жизни и культурно-массовых мероприятий. Важно. Учение и развитие талантливых сотрудников. Вы из института придете, у вас в голове очень много будет знаний. Это в лучшем случае. В лучшем вы будете знать, где почитать это, посмотреть эти знания. Что тоже неплохо на самом деле. Для жизни нормально, веря вас. Но у вас в голове совершенно не будет, к сожалению, практики работы в больших коллективах и межфункционального взаимодействия. Этому мы учим сами. Так же, как и большинство частей предприятий, начинают учить сами. Ну и возможность самореализации через общественные организации. Вот, пожалуйста, председатель комитета профсоюзов теперь депутат Госдумы. Причем это не первый такой случай в истории Кировского зона. Что такое? Давай дальше. Если он хочет стать депутатом, и я работаю практически за вас. Ну, фотографии, соответственно, наши столовые. Симпатичные, современные, чистые, лучше, чем многие в городе. Наши спортивные мероприятия, наши праздники для детей. Новый год, Дед Мороз с детьми, да? А это наш замечательный медицинский центр. То есть он, конечно, не наш, он в компании «Саказ». Но он оборудован по последнему слову техники. Там новый томограф, сименсовский. Причем это новая модель, это кольцо. То есть человек у них кровь там засовывает, а вот кольцо продевает. Когда-то популярное дело, это очень важно на самом деле. Это все у нас есть. Давайте дальше. Значит, что мы от сотрудников дождем, которых зовем к зрению? Вот первые три жирных людей. Во-первых, готовность прийти на работу на завод. Это завод, это страшно, это ужасно. Несоломный трес, не чистый зал, вентли. Или какой-нибудь пустынный зал, еще кого-нибудь. Готовность работать за невысокую зарплату на первом этапе карьеры. Сразу, смотрите, в разных компаниях, «Керс Казерод» это группа компаний, в разных компаниях на разных плотностях разная зарплата, я точно вам не скажу. Но молодой специалист точно больше, чем на 30-35 тысяч рублей рассчитывать на уроки не может. Потому что есть рядом уже опытные специалисты, которых нужно как-то дифференцировать. Обучаемость – это важно, потому что мы, талантливых ребят, мы сразу начинаем учить в нашем корпоративном университете. И дальше, пожалуйста, хруст, гарьерс и все, что угодно. Ну, дальше стандартный набор факторов комментировать не буду. В последнее время те, кто приходят к нам на практику на первых курсах, с удовольствием возвращаются и приходят на третьем, на четвертом курсе на практику, причем выбирают разные предприятия для работы. Еще раз говорю, что Кировский завод – многопрофильный холтинг, можно очень много везде побывать, но нужно что-то знать. Это тоже очень важно. Я после института фактически ничего этого не знал, мне это пришлось бы самому процессу. Давайте дальше. Кировский университет создан, постоянно занимается обучением и развитием как вот таких социальных навыков, работа в коллективе, развитие ключевых базовых компетенций, деловых в первую очередь, не знаний. Хотя и знаниями мы занимаемся тоже, ну не сами уже, естественно, направляя на обучение, на знаниями. Вообще, вот тут говорили про расходы на обучение в России – 4% ВВП. В соседней Финляндии расходы на обучение – 12% ВВП. И каждый работоспособный гражданин Финляндии один раз в два года направляется на курс повышения квалификации. Этим самым Финляндия, не имеющая вообще никаких ресурсов, кроме дерева, да и то, которое у нас покупают, они не сами себя собирают, является одной из лучших экономик Евросоюза. Человеческий капитал. Причём это инновационная технологическая экономика. Глупо ожидать, что Россия станет инновационной технологической экономикой, если расходы на образование составляют 4% ВВП. Ну, вот, взаимодействие наше с учебными заведениями за последние пять лет, да, не так уж много, я бы прямо сказал. Это высшие только заведения, без среднего специального образования. Но, тем не менее, определённый рост есть, там график дальше будет, то есть за последний год мы всё равно постоянно растим вот этот объём приёма на работу выпускников. Давайте дальше. Вот вот замечательный график, то есть от 2012 года мы скакнули, понятно, эффект низкой базы, мы скакнули в 6,5 раз. Давайте дальше. Ключевые специальности, не буду озвучивать, да, можете прочитать, от вашего университета специальности у нас проходили практику студенты. Часть из них, кто-то из них был взят на работу, кто-то пошёл, кого-то не взяли, возможно, но, тем не менее, это то, что нам может нужно сделать. Давайте дальше. Ну вот, из двоим метров у нас работают 86 сотрудников сейчас в группе компаний «Кировский завод». 35% из этих сотрудников занимают руководящие должности высшего, среднего звена. Всего выпускников технических вузов у нас 240 человек. Дальше. И о взаимодействии. Взаимодействие мы, конечно, не только по выпускникам непосредственно, но вот, например, на примере политеха, недавнего совершенно представления соглашения, да, мы по постановлению правительства собираемся вместе с одной из кафедр политеха разработать новый насос, инновационный, модернизационный, как угодно. У него есть определенные преимущества перед действующими центробежными насосами, которые даст передачу. Головным исполнителем будет кафедра, компрессорная, вакуумная и холодильная техника, политеха с кафедрой. Мы предоставим для этого всего свою производственную базу и свое техническое наставничество руководства, если можно так выразиться. Давайте дальше. Ну и проект «Карьерный старт», это больше Сергей Михайлович, это он еще в 2015 году, соответственно, затеял такую вещь. Это как раз проект, который доносит до студентов, вузов информацию о том, что сейчас происходит на производствах Санкт-Петербурга. В первую очередь, в Санкт-Петербурге. Там участвуют не только мы, там участвуют другие крупные компании. И, соответственно, по этому проекту мы готовы, опять же, у вас пригласительная экскурсия в наш музей, замечательный сохранившийся, на практику, пожалуйста, кого угодно. Участвуют в каких-то там мероприятиях, на выставках, рассказываем о себе. Наша задача, чтобы на вопрос, кто знает, чем занимается Кировский завод, ползала поднимала руку и уговорила, чем заниматься. И все будут точно знать. Ну, в общем-то, все. Если есть вопросы, я попросил вас. Спасибо.